Глава 3. Смок, не торопясь, ехал на ручей Мона, чтобы не утомить собак перед состязанием. Кроме того, он знакомился с каждой милей пути и расположением подстав. Глава 4. Набралось так много желающих принять участие в состязании, что 110 миль представляли собой сплошь населенную местность. Повсюду вдоль дороги были расставлены подставы. У фон Шредера, участвующего в состязании исключительно ради спорта, было не менее 11 упряжек, по свежей смене на каждые 10 миль. Билл из Аризоны удовольствовался восемью. У Большого Олафа было семь, столько же, сколько у Смока. В общем, участников состязания было свыше 40 человек. Не каждый день даже на Золотом Севере миллион долларов выставлялся призом на собачьих бегах. Страна лишилась всех своих собак. Ни одно животное, отличавшееся скоростью бега и выносливостью, не миновало зубьев частого гребня, который расчесал все ущелья и равнины, выискивая собак, и цены на них выросли вдвое, даже в четверо во время этой ожесточенной спекуляции. Номер 3 ниже пробного участка находился на расстоянии 10 миль вверх помона от устья. Остальные 100 миль нужно было проделать по замерзшему руслу Юкона. На номере 3 было раскинуто 50 палаток и стояло свыше 300 собак. Старые столбы, вбитые 60 дней тому назад с Айресом Джонсоном, все еще были на своих местах и каждый из участников то и дело переходил на территорию заявки, потому что состязанию на собаках должно было предшествовать состязание в беге с препятствиями. Каждый должен был сам занять заявку, а это означало, что он должен был вбить два столба посередине, четыре по углам и дважды перебежать через речку, прежде чем он мог отправиться в Даусон на собаках. Кроме того, не должно было быть выскочек. К занятию участка полагалось приступить в ночь на пятницу. Первый столб полагалось вбить только тогда, когда пробьет полночь. Таково было распоряжение комиссара по золотым делам в Даусоне и капитан Кансадайн выслал отряд конной полиции для наблюдения за исполнением этого распоряжения. Возник спор по вопросу о различии между временем по солнцу и полицейским временем, но капитан Кансадайн распорядился, чтобы в расчет было принято полицейское время и именно по часам лейтенанта Поллока. Дорога помона вдоль ровного русла речки была менее двух футов ширины и напоминала жёлоб. По бокам стеной стояли высокие сугробы снега, нанесенные в течение многих месяцев. Вопрос о том, каким образом сорок с лишним саней и триста собак уместятся в этом узком жёлобе, занимал все умы. — Знаете что, — сказал малыш, — тут заварится такая дьявольская каша, какой свет ещё не видывал. По-моему, смог. Остаётся только одно — пустить в ход силу и кулаки и пробиваться вперёд. Если бы вся речка была покрыта чистым льдом, то на ней не хватило бы места и дюжине упряжек в ряд. И мне только что пришло в голову, что тут завяжется здоровая свалка, прежде чем сани вытянуться вереницей. Если и мы попадём в эту свалку, то позволь мне расправиться с ними и пустить в ход кулаки. Смог расправил плечи и засмеялся, видимо, не соглашаясь с этим. — Нет, нет! — крикнул малыш в сильном волнении. — Что бы ни случилось, ты не должен вмешиваться. Ты не сможешь целых сто миль править собаками, сломанной рукой. А это так и будет, если ты заедешь кому-нибудь в челюсть. Смог кивнул. — Ты прав, малыш, рисковать страшно. — И ещё запомни, — продолжал малыш, — что я буду пробивать тебе путь первые десять миль, а ты сиди спокойно и не волнуйся. Я доставлю тебя на икон, будь покоен. А там уж дело за тобой и за собаками. Знаешь, что придумал Шреддер? Первая упряжка будет стоять у него за четверть миль вниз по речке, и он узнает её по зелёному фонарю. А мы его перехитрим. Я всегда предпочитал красный цвет.